Я рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Оля. Я стройнею, как понятно из названия моего канала. И я очень люблю придумывать разные вкусные малокалорийные блюда. Я придумала такой салатик. Сейчас я вам покажу ингредиенты. Основной ингредиент его свекла. И он очень сбалансированный по составу. Я люблю его есть на ужин. А где-то, если смотреть на КБЖУ, 5,5 белки, 5,5 жиры и где-то 6,5 углеводы. А есть его еще вкусно с сухариками. Это я сама делаю ржаные сухарики. Приступаем. Итак, что же нам понадобится для нашего салатика? Основной ингредиент, главный, это свекла. Но она у меня еще варится. Еще немножко не доварилось. А все остальные практически у меня готовы. Это яйца. 9-10. Да, всю граммовочку напишу в описании. Но она немножко может отличаться, варьироваться. Это не страшно. Маринованные огурчики. У меня свои. Горошек. Желательно мозговых сортов. Кстати, хотите научу, как действительно выбрать мозговые сорта? Смотрите на дату производства. Если дата производства июнь, то это мозговые сорта. Крабовое мясо. Либо крабовые палочки. Упаковочка 200 грамм. Колбасный сыр подкопченый. Вы знаете, в этот салат он идет как нельзя лучше. Чеснок я буду через пресс в майонез добавлять, перемешивать. Кто не любит чеснок, вы знаете, я этот салат делаю немножко в другом варианте. Я мариную лук. Также мелко кубиками режу. И делаю маринад. Соль, сахар, немножко теплой воды. И яблочный, либо винный уксус. И лучок маринуется. Тоже очень классно, как вариант. И майонез. У меня майонез ежика наш домашний. У него процентовочка 46%. Но, вы знаете, можно его немножко добавить, чтобы разбавить калорийность. И сделать его немножко пожиже, чтобы меньше использовать. Водичкой, вот рассолом от горошка. Чуть-чуть. Это можно, это по желанию. Ну и, как я сказала, свекла. Все режем мелким кубиком. Все ингредиенты. Огурчики, мяско, сыр тоже режу. Вы знаете, на терке не люблю. Я не люблю, когда как каша, что ли. Все ингредиенты режутся кубиками. Майонез можно взять любой легкий. Вы знаете, сейчас и в Монетке, и в Магните продаются 15-20% майонезные соусы. Они сюда тоже очень хорошо подходят. И вот такая вкуснятинка получается. Для заправки я смешала майонез, который полегче. Добавила немножко обычного майонеза. Немножечко. Чеснок через пресс. И добавила немного жидкости из зеленого горошка. Хорошо-хорошо-хорошо перемешала. И посмотрите, какая вкуснятина. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много всего интересного. Подписывайтесь на мой канал.